Влагомеры. Какие они бывают, как работают? Влагомеры отличаются принципом работы. Разделим влагомеры на две основные группы. Игольчатые и бесконтактные. Игольчатые влагомеры. Конструктивный игольчатый влагомер представляет собой корпус, игольчатые контакты. Внутри влагомера установлена электронная плата, преобразующая сигнал с контактов в сигнал, который передается на жидкокристаллический дисплей, и мы видим влажность измеряемого материала. Как работает игольчатый влагомер? К примеру, материал дерева. Для измерения его влажности игольчатые контакты вставляются в материал, и влагомер измеряет сопротивление, электрическое сопротивление материала между контактами. Итак, электрическое сопротивление, измеренное игольчатыми контактами, преобразуется электронной платой в цифровой сигнал, и на экране влагомера отображается влажность измеряемого материала. Бесконтактные влагомеры. Конструктивно влагомеры могут быть различными. Нарисуем два основных типа. К примеру, влагомер со сферическим датчиком, в котором также установлена электронная плата для преобразования сигнала с датчика в сигнал, который передается на ЖК-дисплей, и мы видим влажность измеренную. И другой тип влагомера, конструктивно, это набор вот таких датчиков металлических, с которых также сигнал преобразуется электронной платой, цифровое показание, отображаемое на дисплее. Это бесконтактные влагомеры. Бесконтактные влагомеры работают следующим образом. Материал, к примеру, гипсокартон, влажность которого нам нужно измерить. Мы прикладываем сферический датчик к гипсокартону и измеряем, как изменяется емкость сферического датчика. Либо, если говорить про влагомер вот такой конструкции, емкость вот этих вот нескольких электродов или контактных металлических электродов также меняется, и в зависимости от того, как изменилась емкость, измеряется влажность материала. Принципиальное отличие двух типов влагомеров. Если говорить об игольчатых влагомерах, для измерения материалов с высокой влажностью эти влагомеры подходят больше, поскольку точность измерения влажности материалов выше. А бесконтактные влагомеры подходят лучше для измерения влажности материалов, которых ниже, влажность ниже. Другие отличия, о которых также стоит поговорить. Если говорить про игольчатый влагомер, то влажность материала измеряется на такую глубину, размер иголки влагомера, который мы имеем. То есть, если влагомер размер иголки 1 см, влажность материала на глубине 1 см, на глубину 1 см мы будем измерять. При этом, конечно, стоит иметь в виду, что влажность материала в разных точках может быть различной. И для наиболее точного определения влажности нам необходимо будет измерить влажность в нескольких точках на поверхности материала. Бесконтактные влагомеры, как мы уже сказали, служат и предназначены для измерения с высокой точностью влажности более сухих материалов. Глубина измерения влажности примерно 3-5 см. Это вот как раз глубина, на которую измеряется влажность материала. Так же, как и в влагомерах игольчатого типа, необходимо сделать несколько измерений для того, чтобы точно измерить влажность материалов.